Давайте просто поговорим не будем про малома сегодня, ладно? О весьма поговорим, это же действительно интересно. А вот скажите, пожалуйста, вы как думаете, еще вот это вот сейчас традиция, вот это же довольно давно было, когда вы были там... 53-й год, 54-й, 53-й год. Вот может это сейчас как-то? Ну сейчас я так приду к этому, сейчас я подойду к этой мысли. Сейчас я вам хотел рассказать о том, как это было. А вы сделаете выводы свои какие-то? Я думаю, что да, потому что, насколько мне говорили приятели, что там то же самое абсолютно все. Жрут одну картошку, не считая еще страшнее, чем тогда было. Вот какие там дела. Вот они мне там, эти бабки деревенские сказали, что они никогда в церковь не ходят, а там надо было ехать до церкви, вот как раз до Кирилла Белозятского, потому что Ферапонтова храм-то там был закрыт. Он жил был здорово, здорово. Там в крыске половина пропала. Но это жена уж отлично, наверное, знает все. Ну вот, я съездил в Кирилла Белозятского и купил им, и купил им какую-то коробку пирожных, просто. Тогда были пирожные не хуже, лучше, чем сейчас. Ну, такие там коробки, картонные, разнообразные все-таки пирожные были. Клепы, картошки, там прочие дела. Приехал и пошел я к ним в гости. Дело было вечером. Там вся деревня в 1953 году уже так. Телевизора у них у кого не было. Радио было, по-моему, только у одного человека. А так все тихо. А у них там темнота. В их избушке, именно краю села, темнота полная. Ничего совершенно нет. И только когда подойдешь, видно, что свеча горит одна. Я, значит, подхожу... Страшно было? Да так, ничего. Пока-то еще ничего. Подхожу, слышу тишина полная. Тишина полная. А кур... Они кур держали, а кур они уже загнали. Вот. И подхожу, и стучу, никакого ответа нет. Потом подхожу к окошку. Думаю, может, там чего вижу. И вижу картину. Вот там свеча на столике. Они вдвоем эти две бабки сидят и перебирают какое-то зерно. То ли пшено, то ли овес. А вокруг свечи ходит черный петух и клюет это зерно. Всякое. Они внимательно смотрят за петухом и внимательно на те места пустые, где он выклевал зерно. Они какие-то записочки кладут или какие-то колочки бумаги. Ну, я к ним постучал. Они меня как-то так посмотрели на меня. И вот так вот позвали просто. Ну, и я пришел, сказал, что там, простите, я вот, очень его мне понравились, хочу, а вот это вот, я сам из Москвы. Ну, ладно, они молчат. Потом, значит, поставили самовар. Все в порядке. Ну, я с ним потом разговаривался. Вот. Я говорю, а что это вот у вас петух-то? Они говорят, а это не петух. И зовут его Матвей Иванович, они мне сказали. Тут я немножечко туханул. И еще к тому же из темных углов комнаты тоже что-то там шебуршилось и шевелилось. И странно было, непонятно. Потом в углу комнаты было набросано всякое тряпье. И оттуда высунулась голая нога человека, который, очевидно, спалом, был накрыт каким-то рваным одеялом. Как сейчас помню, красным из него еще вата вылезало. А нога была старого человека, непонятно, женская или мужская, покрытая немного седыми волосами. Вот. И, ну, я думаю, ладно, мне-то какое дело. Мам ли, кто у них спит? Ну, и так вот они как-то на меня смотрели. Да, да, спасибо, вот пирожное. Да, хорошо все. Потом, значит, опять шел за моей спиной. И это одеяло, ее же краем глаза слетает, а оттуда выскакивает молодая совершенно девка в какой-то разорванной такой комбинации, старой такой сталинской, либо это какой-то старый сарафан. Вот. А они на нее внимание не обращают, а она так и ушла, и больше не пришла уже туда. Я запомнил, боже мой, откуда же нам, которая была явно старухи или старика, девка-то была не больше, чем в 17 лет. Ну, ладно, думаю, не мое это дело, тут интересоваться таким делом. Ну, в общем, короче говоря, постепенно я как-то с ними подружился. А они сначала, наверное, какой-то буфер был, да? Нет, не было никакого. Видимо, они с первого взгляда поняли, что все нормально. Вот. То есть они, да, и они меня потом стали водить в лес, научили всем птицам. Вот так поначалу было. Потом при мне устроили калиновое родение. Это на... Примерно на... Второе... Нет, первая половина июля, когда цветет калина, они с 12 ночи до 7 у них называются калиновое родение, потому что ведьма-овстрия, это одно из главных таких деревьев, оно связывает наш мир с по-посторонним, калина простая. И вот они там целые 7 часов или 8, они вот только-таку у меня пели какие-то совершенно страшные песни, завывания были жуткие какие-то. И это самое... Меня как раз предупреждали, что я туда не ходил. Но я пошел, потому что вообще-то утро берет этих боя страшного. Ну вот, было дело так, и в общем, поначалу, на раз в месяц, вот мы ходили по лицу, они там, кланяясь в поезд, здоровались со сломанными мельницами, вот так, и называли их. Потом там были деревянные церквушки, до сих пор еще остались по берегам озер, тоже разломанные, и они тоже с ними как-то беседовали. Ну, не было дело никого, потом одна говорит, что поедем вот завтра на озеро, полнолуние будет, съездим там, посмотрим, чего, как. Вот, и я тогда вот впервые увидел русалку, но это я никогда не забуду, это чентуличное зрелище. Действительно поехали, очень было красиво, полнолуние, там было даже для тех мест довольно, почти жарко, больше 20 градусов было. Вот, а я потом заметил, что у них на лодке, на дне зеркало, зеркало овальное, такое обычное, как при Сталине, делали вот такого типа овальное зеркало, настенное большое, ну, относительно большое, а оно у них было среди досок на дне лодки, было сделано, и они, значит, все четверо шебуршают друг с другом, потом одна ей говорит, ты посмотри в зеркало, посмотри. Я посмотрел, и там как раз луна в зеркале была совершенно огромная, вот она и так была в полнолунии, а там просто она занимала все это зеркало. И теперь говорит, да, я смотрю в зеркало и слышу какой-то на очень тихом озере какой-то плеск, ну, типа вот рыбьего хвоста, ну, уж очень большие рыбы. Он говорит, и я вдруг поднял глаза на озеро, и я вот увидел русалку. Она была, да, это был плеск ее хвоста, но она взлетела куда-то среди звезд. Все над зеркалом чего-то, сыпят на зеркало какую-то траву, потом эту траву, как-то они мажут мокрой травой зеркало, а потом собирают в какие-то чашки вот всю эту воду зеркальную. От зеркала, которое было напомнено полнолуниями, этими травами. Потом я уже узнал, что это их так называемые фильтры, то есть всякие напитки, они из этого делают разные. Вот, ну, это вот было совершенно уникально. Да, они со мной ничего не говорили на эту тему вообще. Я пытался спросить у них, ну, а как любят бабки прикинуть с двух именами, и все. Хотя я часто видел их за такой, почему их боялись за такой работой, за ихнюю ведьмовскую, например, там возвращались там какие-то девки с поля, что ли, откуда-то это уже там начиналась страда, начиналось сбор урожая. И вот, они на них смотрели, я с ними тоже был, и девка, какая-то девка захохотала, и чего-то им сказала довольно обидное, насколько я понял. Вот. Эта девка пошла и начала, и хотела волосы как-то убрать, вот, и так у нее руки и остались. Вот так просто. Она уже ничего не могла с ним никуда убрать. Руки свои она убрать никуда не могла. Они остались в этом положении. Вот. И потом там стали какого-то фельдшера вызывать, еще кого-то, там уколы какие-то делать, но это было безнадега. И наконец там такая-то сказала, что нужно к Марье пойти, поскольку это ее работа, только она и может это снять. И сказали, вот это вот насмешанница, сказали, что тебе придется одной туда пойти, иначе ничего с тобой не будет, так на всю жизнь и останешься. А я, конечно, не вмешивался в эти дела, потому что это были, так сказать, местные их разборки, еще не хватало мне в них влезать. Вот. Я только знаю, что эта девка пришла к ним и долго рыдала, и долго на коленях стояла, пока наконец они, эти бабки, над ней сжарились. Вот это дело убрали. Потом очень они любили у деревенских парней хуй поставить, так что тут больше вообще никогда не опускается. Но, кстати, это всегда делалось против людей, которые как-то задевали или как-то обижали, потому что таких было много. К ним никогда не присталов мент, который жил в соседнем селе побольше. Он когда объезжал участковое, он как раз очень наоборот им что-то всегда приносил, вот так вот. Мент был весьма такой большой их почитатель, и всегда знал, чья их работа, а чья они их работа. И вот на их невыходке такого делал, что хуй поставят и все. Тут так же можно умереть ведь, потому что ебаться там бесполезно. Там все бесполезно. Там все, и все это надувается до каменного такого ужаса. Конечно. Да, писать тоже нельзя, ничего нельзя. И тут побежишь куда угодно. Фельдшер, который в этих местах был, тоже знал, и поэтому, когда к ним приходили, помоги. Он отказывался, сказал, что идите к ним, пусть они вам помогают. А че я могу медицину ходить бессильно? И наконец я понял их неходящее выражение, что я не Господь Бог. Потому что снять околдование, как думают медики, даже сейчас они говорят, что тут медицина бессильна, я тебе не Господь Бог. Так это выражение еще с этих времен осталось, магическое. Только вот Господь Бог может снять, а врач ничем не поможет абсолютно. Значит приходят к этой бабке и смотрят как, скажут, нет, милок, еще походи деньг отреп, а потом поглядим, как на твой тип, на твой уйденье. Потом приходят все, говорят, не могу больше, все, конец. И она делает, это при мне было, делает такой жест, иди отсюда. И у него все в порядке. Вообще нормально все становится. И там он уже и то приносит, и рыбы с озера, и все, что угодно. Это убери, уберите все, мне не надо, отдай бедным там все такое. Вот в храмах не пускали никогда. А как они относились к Христу, там скажем, к... Я так понял, что у них Христос часто очень упоминался в их всех этих... Это называется по-ученому инкантация или эвакация, то есть... И я сел, что он там дверь приоткрылся, пойти за твой. Ну, посмотрите. Да. А вот спасибо, да. То есть в заклинаниях, связанных с нечистой силой, потом я-то узнал, что за детка у них шебуршилась под одеялом красным. Что это был, так называемый, ревенант, то есть выходец из кладбища, и они ведь могут любую форму принимать. И он у них остановился, они к нему очень почтительны были, остановился в виде вот такой молодой девушки. Но не до конца убрал себя, а нога-то его так и торчала оттуда. Это уже потом, на следующий год я у них выяснил, когда вошел к ним в доверие полное это дело. Ну, вот было такое дело. А с Кикиморой было уже без них в следующем году, когда там получилось очень странно. Я тоже ночевал на этой мельнице. И, значит, и после тренинга, который я провел у этих визий, мне не так было все это страшно. Я спокойно мог, хотя все местные очень избегали этих мест всех. Вот, ночью вдруг, значит, я вижу, ходят два человека, очень темных, вот именно темные. Они не негры никакие, просто там был неверный свет, туча, немного луна светила. Они вошли на меня никакого внимания не обратили, я там где-то тоже ночевал в каком-то спальном мешке, что ли. Пошли друг другом, начали долго о чем-то говорить, а потом ушли. Ну, ясно было по ощущению, почему это ощущение никогда не обманывает, что это не люди. Это вот, я так понял, потому что есть такое чувство, вот это не шестое чувство, как пишет Гумилев, а чувство потустороннего. То есть чувство, что это вот не оттуда, не отсюда, вернее, что это все вот существа или предметы, что это вот это все. И тут надо быть очень настроенным на большом. Не в смысле страха такого, а просто вот с чем это можно сравнить, что, допустим, вот человек идет по земле, по земле, а потом раз, болот, и льву уже проваливается. Так особого страха нет, но ясно, что это другая среда, и там надо как-то немножко скорректироваться по-другому, без всякого страха. Ну, вот они там пошатались, эти два молодца, и ушли. Потом я то ли заснул, я до сих пор не то ли заснул, то ли я не спал. То есть выходит какая-то старуха голая из озера. Ну, так, насчет сексапила у меня было сложно сказать, потому что это для особых любителей. Бывает девка, но так у ней, кое-где у нее кости торчали, кое-где плоть на ней. То есть плоть, я это помню, я сразу пошел, на ней плоть висела, как на бомже висит тряпье какое-нибудь совсем уже. То есть кое-где, типа, как мы говорим, продранный на локтях пиджак, или там штаны продранные на коленях, вот так примерно, только это было ее тело, а не что-то из одежды. Ну вот, она просто угрюмо подошла ко мне, заново схватила и потащила. А избавиться было нельзя, там просто как-то, ну, как будто тебя тисками взяли. Тут меня, конечно, я понял, что, видать, пиздец наступил, потому что тут я не избавил. Вскочить, убежать, вы не могли? Я не мог, потому что ногу она схватила, как тисками, я не мог ничего делать. Не, а вот когда она шла к вам? Нет, тут был страх уже очень сильный, потому что одно дело, когда потусторонний мир довольно к тебе не заинтересован никак, занимается своими делами, тогда это страшновато, но это уже спокойно. Но когда это прямая агрессия идет, то это тело очень тяжкое. Ну и вот, и бился я, черт-то знает как, она меня, значит, орала. Потом она начала вот этой своей лохматой, лохмоть их плоти рукой, бить по воде. И тут же выскочило тоже, вот этих женских субстанций выскочило штук пять. Но это были уже молодые совсем женщины, совершенно нормальные. И я даже будучи молодым таким мальчиком, очень сильно на них загляделся. А она свое дело делает и тащит. Я стал отчаянно кричать и убиваться и потерял сознание. А когда я пришел в сознание, я был, почему-то спал уже не в доме, не в этой самой мельнице, а уже за ней где-то бурьяни начинался. Так без всякого этого мешка, в котором я спал, а мешок я потом нашел уже в другом конце. Ну вот такие были. Такая русская инициация, что ли? Не знаю, не знаю, как это можно назвать. Дело в том, что вот почему меня поразили тамошние места, потому что я там... Там еще, слава Богу, было абсолютно пусто, потому что лес промхоза, там только Никита лепил до 58-го года. Это было... Понимаете, это было то же самое там, что Москва до 56-57-го года, которая была раз в 100 меньше этой, потому что я там, скажем, живу с 45-го года. Ну и это понятно, это просто был маленький городок, в общем, относительно маленький. За час можно было вообще все запровергнуть. То же самое вот те губернии были. Они, собственно, там не было никаких предприятий, никаких лес промхозов. То есть, что такое лес промхоз? Это кошмар, хулиганье и беспрерывные убийства. Вот что это такое. Несмотря на фильм «Девчата» советский. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, потом откроем, ладно? Ладно, да. Тут из-за шума на улице микрофон плохо воспринимает. Это ты спала все время? Ну да. Нет, ну я так слышала немножко. Ну так текста я твоего не слышала. Ну ладно, ничего. Я иногда слышала такую интонацию. Да я тебе и так осточертил. Я понимала, что ты говоришь. Ну да, понятно. Ну вот, и таких приключений очень много было. Я испытал, да, и главное такое ощущение уже потом, когда я увлекся, ну, оккультизмом, так называемым амбутеризмом, начал уже лет 18 почитывать хорошие умные книги на эту тему, узнал французский, немецкий и так далее. Меня произвело одно, что это все не имеет ни малейшего отношения к реальному опыту. Вообще никакого. То есть, говоря проще, что так называемый потусторонний мир, который видишь сам, о нем ни в одной книжке не прочитаешь вообще. Абсолютно. И это, я думаю, можно сделать два вывода. Либо так называемый потусторонний мир настолько субъективен, что каждый, можно сказать так, видит свой мир. Более того, что каждый человек здесь толчется как прихожий, вот в этом, а потом уже идет туда. Но он только видит сам, либо авторы этих книг вообще об этом не имеют никакого понятия. Потом я, правда, сразу понял по увлечению там черной фантастикой и прочими делами, кто знает, а кто не знает. Например, я понимаю, что лавкровцы это понимают, знают. Есть там какие-то совершенно четкие черты, когда вот такую простую выдуху, даже человек с богатой фантазией, всегда очень легко отличить от подлинного опыта. Есть очень незаметные такие, но совершенно четкие детали. Милости в том смысле, что есть предчувствие этого. То есть, то, что у нас называется явлением, или ты что хочешь? Торт. Торт. Поделок, тяня поставь тогда, ладно? Нет. То, что у нас называется явлением, или по ученому магии называется аппарицией, это чувствуется, ну, так, если по времени, минуты за три всегда это чувствуется. То есть, человеку дан срок немножечко собраться. Причем чувствуется это абсолютно железно, вот просто в атмосфере вдруг. Потом, видать, как... А сердце начинает вот это? Нет, сердца нет, там другой момент. Вот, видимо, уже в классической магии об этом много пишут, потому что вот наша эпидерма, наша кожа в тысячи раз чувствует не у всех наших органов. Там глаз, уши. Это вот мы можем не услышать опасности, а она уже чувствует ее. И не то, чтобы, вот как пишут обычные трафареты, что там мурашками покрылась кожа. Нет, она не мурашками. То как-то волоски встают немножечко на руке, и ноги вот так как-то начинают чуть-чуть шевелиться. И это уже понятно, что что-то не то происходит. И это дает возможность, что ли, подготовиться как-то по-своему к этим делам всем. И это, конечно, ох, какое, ёпт, какое-то ощущение. Ну вот, и допустим, я потом уже прочитал Томаса Манна «Оккультные впечатления» и подумал, боже мой, какая-то вся ерунда по сравнению с реальностью. И действительно меня поразило, это Томас Манн встречался со знаменитым материалистом, материалистом в смысле материализации аппалиции, духа, Шренком Нотсенгом. Такой был очень знаменитый человек в 10-е, 20-е, 30-е годы в Германии. И Томас Манн, вот у него есть оккультные впечатления, просто большая статья. И мне просто, я понимаю, что он там гениальный писатель и всё, но любой гениальный писатель остаётся очень наивным человеком, почти ребёнком. И вот так конец, когда он описывает сеанс, когда появилась аппалиция или по-нашему октоплазма, а по-вашему, я не знаю, как, то есть когда медиум выделяет это существо. Там было, значит, две женщины, которые, Томас Манн описывает, которые, значит, держали носовые платки и дрались этими носовыми платками. Все сидели в ужасе, зрителей был человек 10. Вот это был сеанс специально устроенный для неверующих, которые, как всегда, орали, что это бред собачий. Вот, и конец Томаса Манна действительно смешной. Потом, говорит, они все удалились. Но я, говорит, до сих пор не понимаю, почему остался висеть в воздухе носовой платок, и все зачарованно вот так смотрели. Он, говорит, висел в воздухе просто. Вот что значит материалистическое воспитание несчастных новых поколений. Я, говорит, боялся к нему взять, я хотел подойти и взять его, и другие хотели подойти и взять, и все боялись. Наконец, сам хозяин, Шернг Нотсон, подошел и взял его просто. Майеринг описывает вообще гениальный сеанс в этом смысле, действительно очень интересный. Когда проявилась какая-то девушка, там объяснила, когда она умерла, там лет сто назад, так далее. Вот, и он подошел с ножницами, Майеринг Густав, он описывает сеанс, и отрезал прядь волос у нее, ну, спросив у нее предварительное разрешение. И он сказал, что и эта прядь волос у меня до сих пор холодится. А как вот вам кажется, я хотел задать вопрос, Майеринг имел опыт на настоящее? Я думаю, очень большой, безусловно. Тут, вот, действительно, то же самое чувство, что, ну, вот, как волосики на руках шевелятся, так же чувствуешь писателей, кто из них чего. Поэтому, если учесть массу книг по черной фантастике, то, вот, и тогда, считаю, сейчас остаются три-четыре имения. Макраб, Майеринг, Майеринг и Жанре, вот, я даже не знаю, кто еще. А этот Ганс и Эверс? Да, Эверс, безусловно, к ним принадлежит, и, конечно, в этом смысле, человек настоящий в этом плане. Вот, ну, вот, вы знаете, кроме этих четырех, все остальные очень сомнительные. Очень сомнительные. А вот эти бабульки, они не использовали кровь, потому что все время, как про магию, должна быть человеческая непременно кровь и так далее, и что такое было? Это связано с вашим вопросом о Христе, помните, вы спросили. Понимаете, дело в том, что, насколько я понял, мировоззрение этих людей полностью отличается от приписываемых им всяких таких дел. Я никогда не видел никакой крови, никогда и ничего. Хотя вот те операции они делали, которые я вам рассказывал, и причем они были серьезно задействованы в дивализме, потому что они могли вызывать ревенантов из могил. Ну, если вы это наблюдали, то, да? Да, я наблюдал это. Причем так, они мне объяснили, что, ну, это я уже интерпретирую, интерпретирую на нашем более современном языке. Ну, как-то я их понял так, что вот на кладбище, говорят, допустим, ну, 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 скажем так, пятьдесят могилов. Из них, говорят, живых не более трех. А, да, будет сочинять, ну, я... Остальные, говорят, все, они уже покойники, говорят, покойные, как они объяснили. То есть покойный покойник, как я понял, которого вызывать уже нельзя там ночью вызывать. С чем это вообще связано могло бы быть? В смысле? Ну, то почему вот одних можно, других... А, вот это ихнее знание. И они никогда не поделятся ни с кем таким знанием. Кстати, что касается... Там есть такая, так сказать, притворная магия, которую можно научиться, связанная с фильтрами, травами, птицами, камнями. Можно сделать перевораживающие напитки. Можно все, что угодно, вот такой, в пределах. Там зло своему врагу можно всегда сделать. А вот немотивированная агрессия с их стороны, вот вы говорили там, эта самая история... Когда Китиморов напала. Да, это была мотивированная или это конкретно направленная инвестиция? Я говорю о людях, которые либо по наследству передали им силу, которые обладают ведьмовской силой. То есть это так называемая сила, которую, допустим, мать, умирая, передает дочери. Без этой силы никогда... То есть не станешь ведьмой, хоть ты окончи три университета, это бесполезно. Эта сила, ну, как-то немного напоминает то, что они орут там животным, а гометизм и так далее. Только, как я понял, она во много в сотен раз сильнее. Говорят, они мочаются ведьмой, если не может передать она в последний момент. Они говорят, что нет, это не нормально идет, она просто сила уходит, как они говорили, сила... А вы задавали прям такой вопрос? Да, задавал, конечно, потому что я был достаточно уже, до того, как с ними встретился, уже вполне был начитанный, дико увлекался всеми этими делами. А это действительно, это традиция, то есть... Да, были традиции в России. То есть это было в Вологодской области, могло ли быть то же самое, там, в Архангельской, допустим? Говорят, что да, весь север этим охвачен, именно потому что племенам, которые там жили далеко, даже до Рюрика и прочих таких дел, они, собственно, другой жизни не знали. Это то, что историки называют первобытно общимым строем. То есть, и вот все техники, вот сами техники непосредственно, они похожи, да? А вы их не спрашивали, вот все эти, ну, так сказать, клише такие, ну, мол, душу ты продала, а потом он тебя душу заберет, а если продала, значит, он тебе будет подчиняться в это время. Ну, вот это вся такая фауст. Насколько я знаю, они вообще понися об этом не имеют. То есть, в каком смысле я хочу сказать, не имеют. Они этим наслышаны, и священники им все уши пробубнили про эту хрень. Но к христианству другое отношение. Не такое, как здесь. Христос просто один из богов языческого пантеона. Никакого акцента, что там главное, или какой-то еще. Если ее священник будет запугивать этим делом, она, ну, если вообще соизволит рот раскрытия, ну, скажет примерно так, что я пойду к Макоши, к Матушке Макоши, или еще у них масса этих самых, которая главнее вашего, или которая главнее вашего, и уж как она мне скажет, так я и поступлю. Это приводит к батюшеку дикое бешенство. Если батюшка глупая, большинство из них не блистают умом, и они начинают яростно доказывать, что Христос – это единый бог. Ну, и вот всякую свою эту чушь доказывают бесконечно, которую не производят на ведьм, насколько я понимаю, никакого впечатления вообще. То есть они отмахиваются от теологии, как от ненужного им знания. Примерно, я спросил там у бабки, а чего у тебя с электричеством, чего? Какие-то там дела? Да нет, говорит, просто она мешает нам занять их. Это мертвый свет, говорит, нам нужна свечка. Не потому, что электричество плохо или хорошо, нет, говорит, нам все равно просто. То есть там, в отличие от книжных таких вот всяких рассказов про ведьм и так далее, они отличаются необычайным равнодушием к внешнему миру. А вот у них нет этого, так сказать, погибнуя, самого прессинга, под которым живет, скажем, человек христианский? Нет, дело в том, что они живут в языческом мире, а языческий мир никакого понятия о смерти вообще не имеет. И не знают, что это такое. Когда они вызывают ревенантов, это гораздо менее драматично, чем у людей, воспитанных христианской традицией. Точнее, его иудео христианской, что это кошмар, надо вызвать мертвеца и так далее. У них нет понятия мертвеца. Тот, кто там лежит, у них так то ли думает. Пошел, пошел под землю подумать. Это так они им говорят? Они так говорят, им скажут, что баба Тося там одна была, так что же он будет думать, скажу, что он пять лет будет думать? Нет, она не знает такого времени, часов. То есть знает, что они есть, но не обращает внимания на это дело. А смотрит на Луну, на звезды, говорит, что когда та звезда, они же не знают название, он пройдет туда, тогда его можно будет вызвать и спросить, сколько ты будешь думать еще. А вы у них не спрашиваете? Потом, потом, они приходят и вызвать, а могила-то пустая, все, говорит, ушел, ушел, нет, говорит, больше сюда не вернется. Полежал, подумал и ушел. А скажите, вот интерес у них к этому, они просто не могут иначе или есть какой-то, ну... Энергетическая подпитка, грубо говоря, таким современным языком. Что они говорят? Вот жить именно в этом мире, то есть они могут иначе в другом жить? Думаю, что они не могут. А у них не спрашивали, вот, что будет с тобой, мол, после смерти? Я же вам объяснил, что у них нет этого. Но все равно, в любом случае, что какая-то субстанция, они воспринимают то, что у нас вот душой называют? Нет, единственное, что вот для нас позитивного, по нашей логике, что тоже пойду в домовину, домовина всегда стоит, она, у нее днем лежит, и чего хочет, и есть там в этой домовине своей. Ну, а потом, говорят, ее зароют и там подумаю, а уж потом пойду, куда мне скажут. Но никогда они не говорят, кто им скажет или что. Вот это нет. А вот эти вот... Это примерно, они очень похожи на цыган в этом смысле, которые тоже никогда не скажут про своих начальников ничего, баронов там всяких, герцогов, которые у них всегда есть. То же самое эти ведьмы, они никогда не скажут, кто и что, кто и что. Но этот субъект, так сказать, или что-то, оно присутствует, да, так вот, подспуднуто? Что что-то есть, как нечто. Это вот у Лапкрафта, когда там море уходит, по-моему, это тоже самое. У них это висело в воздухе в общении с вами, что все-таки есть что-то, которое скажет, так сказать. Ничего этого не висело. Это абсолютно тривиальные бабки. Они просто вот живут в своем мире. Для нас это так же странно, но вот мы приедем на страшные сломанного острова, и там совершенно тривиальный малый будет поджаривать другого своего дружка и есть его. И когда вы скажете, что это вот как-то вроде и неудобно, и все, он просто на вас посмотрит, а как это, почему это. Трудно вот что сказать, что это просто мир совершенно не похожий на наш полностью. Он очень спокойный. У них нет вот этого тоска? Нет, 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 они вообще этого не знают. Это все уже литературные домыслы людей, которых, насколько я понимаю, я даже не уверен, что Гоголь общался с такими. Несмотря на... Я думаю, что, допустим, рассказ «Бий», он просто создан его гением совершенно. То есть он просто совершенно гениальный автор. Я не уверен, что он... Не могу, правда, сказать, подлинность его опыта, трудно сказать очень. То есть тут вот это... Да, потому что... Черная фантастика русская не поддается. Но не поддается, потому что, допустим, читая рассказ «Старосветские помещики», можно понять, что он ел все эти арбузы соленые и прочую хрень. А что касается Вия, по всей логике этого быть не могло. По всей логике стороннего мира такого не бывает. Но то, что я считаю, что такого не бывает, полная чепуха, потому что полиция, которая там появляется, они каждому человеку появляются по-разному совершенно. Кроме этих ведьм, то есть, так сказать, людей профессиональных, которые уже там все знают хорошо, и у которых этносы расписаны. Не только этносы, а там всякие вот существа, которые там живут. Она никогда не перепутает русалку с полудницей или с кикимрой. Она всегда знает. То есть, это имеется в виду те племена, среди которых они живут. Это другое дело, что нам все едино. Нам, кроме, допустим, кладбища, не вызывают малейших эмоций. Она приходит на кладбище, но, как я не знаю, вот бабки собираются на лавочке. Для нее там нет ни малейшего, ни страха, ничего. И действительно, тогда она ночует ревина под одеялом. Это для нее такой же гость, как... Вот я пришел там, можно у нее у вас приночевать? Они не делают разницы. То есть, для нас и для нашего мышления это настолько трудно. Почему? Потому что мы действительно, мы видим все отдельно. Вот живой человек, вот человек-гробов. Вот это, допустим, Дрозд, а вот это, допустим, Малиновка. У них нет такого видения мира. У них... Они это называют какими-то своими словами. И когда приманивают птицу, например, поднимают руку, лесная птица к ней садится. Она чего-то там просто шепчет про себя, и все. И да, конечно, у них есть свой язык. Это да. И язык этот построен нелогическим способом. То есть, там структуральную систему, видимо, невозможно определить. Потому что там иногда входят осмысленные слоги, иногда слова. В основном односложные. Иногда этот самый корень они называют просто рень. Ну, вот когда эта бабка Шан-Катрин, то ли не поймешь, чего там. Или то же самое они птицы называют. И камни у них все знакомые в лесу. Они их очень уважительно именуют как-то по имени-отчеству. Выклоняются всегда. И что-то кладут на камень. Творог, там какой-нибудь пирожок, вещи, чего-нибудь. Вот говорят, что вот он это любит. Но называют так имя-отчество, что хрен там разберешь, что с этим, как его зовут. Ну, типа там, Тарас Борисович, вот он очень уважает пирожки с зеленым луком. А они вот вам не хотели передать это? Нет, не хотели, потому что это знание сугубо женское. А мужская традиция тоже, соответственно, была? Мужская традиция, насколько я понимаю, нет. Здесь никогда не было. А, собственно, почему можно назвать эту трону матриархальной? Не из-за этой чепухи, что там оголтевые дуры рвутся, коммансипации к власти. Это все семечки и чепуха. Даже не семечки, а от них шелуха. Ну, да, я понимаю, что это. Ну, потому что магическая традиция совершенно женская. Наверное, мужская есть. Но я так думаю, что они на них скорее на побегушках там находятся. Знают они, вот, большая область, вот, Ларготская и дальше Архангельская, до Уральских гор вся у них знакомая. То есть они знают все, кто там, кто там, их не товарки, где расположены. И с ними общаются. Как я не знаю. Но общение реальное. Да, это, так сказать, вот эти женские субстанции, которые нам видятся как люди. Я совсем не был убежден, что эти бабки, они вообще люди. Я перетрухал, когда этот самый труп почувствовал, что там ничего человеческого-то вообще-то нет. Особенно их общения с петухом, который их понимал просто так. И он был там у них типа директора. Очень был петух, обычно как петух с курами там, кайфовал днем. А потом он к ним приходил отклевать зерна на столе. И они по тем следам, которые выклеваны зерна на столе, записывали. Они грамоти-то не знали. Ну, просто брали. У них был, по-моему, единственный карандаш, по-моему, какой же он был. Ну, вот этот чернильный, что ли, карандаш назывался. Такой жуткий огрызок. И они по нему, казалось бы, совершенно дикие какие-то, как там дети, оставляют вот эти вот ритры. Но это были не рисунки. Потому что они с этими своими записочками ходили, черти плавали, черти куда. И все с ними это самое. А начальник, так он был вроде то ли главного географа, этот петух, то ли черти знает, какой должность он исполнил. Они ели что-то, пили. Вы это наблюдали? Да. Им это было, в общем, все подряд. Хотя пили они, я знаю. Они могли все, что угодно, но пили в основном настойную на полнолунии воду. Она у них в таких довольно больших кувшинах стояла. И, как я помню, два кувшина было таких. Они ее набирали на озере полнолунии. И что-то тоже шептали над этой водой. Простите, вот это вот то, что вы говорите, они знали всех до Урала. Они встречались, наверное, в Иботове? Каким-то образом вы не знали? Это я не знаю, просто потом, очень долго, путем разных размышлений над ихними разговорами и упоминаниями имен, потом я понял, что они вот эту область превосходно знают. И знают все до северной двины. И так я понял, что у них тут примерно такой вот ареал был их деятельности. То есть они знают всех матерей, условно говоря, которые там царствуют. Но там же вот даже совершенно этнически разные народы. Может быть, они для нас этнически разные, а для них это нет. У них есть этносы, но по другому принципу они разделены все. И поэтому совершенно иногда бывает непонятно, как и почему они все это знают. Они не знают только одного. Они никогда не знали Савдепа. И вот Сталина они слышали, но так только пересут на деревне. Про войну они ничего не знали. Я говорю, что это был 1953-1954 год, я был. И они вообще не слышали ничего про войну. Вот Ленина просто не знают. А какая власть угрозит? Да они не знают, они и в России ничего не знали. У них совершенно вот другая просто жизнь. Но эта жизнь, можно сказать так, довольно равнодушно входит вот в эту жизнь. Потому что они очень незлобивые. Да, мстят только, когда над ними смеются. Или когда чего-то такое, когда, не дай бог, но деревенские это знают. Потому что пару раз они устраивали, как я понял, в 20-е годы, еще было под большевистской пропагандой, а они, значит, их пытались как-то перевоспитать. Там ликбез туда пришел. И вызвали вот, где эта тетя Тося рассказала, что ее мать, ее мать вызвали в этот ликбез. Это одно из ведьм, да? Да, 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 одно из ведьм. Вызвали в этот ликбез учить грамоте, красному флагу и прочей их хрени. Ну вот, она ничего не поняла, конечно. И ее там, значит, стали, да скажи, что недостойно жить в доме, сволочью ходи в лес. Отняли дом они и все отняли. Ну вот, и как я понял, потом все эти ликбезники очень долго и мучительно умирали все. Вот, и поскольку это были передовые люди, то вызывали врачей на них. И вроде врачи половину померли, а половину просто удрали без задних ног, чтобы это самое. И после этого уже даже пьянь деревенская всегда обходила их стороной. А мужья у них когда-то были? Вообще как к мужчинам? Нет, мужей у них, как правило, нет. У них есть случайные любовники, от которых один, и то у них это все рассчитано. В какую пору надо, чтобы была дочка, чтобы дочке передать. То, что бывает, когда сыновья, они вообще на них не реагируют никак. Или, как я узнал, там, ну примерно из ста сыновей, допустим, два села, три села, в делах годятся не более двух-трех. Ну так мы их не делаем. Это какие-то мрачные парни, которые прикидываются полными дурачками. Совершенно. В армию их не берут, их никуда не берут. И савдеп их тут же пихают в дурдома, их в свои воспитательные какие-то колонии для малолетних. И, видимо, их научают, как себя вести, потому что их очень быстро отпускают отовсюду. Либо эти ребята кое-что и знают, и понимают. Но мужское знание в колдовстве очень ограничено. На Руси именно. Вот. Это не Африка и не Центральная Америка, где там есть ребята очень капитальные. Вот. А здесь именно. Да и в Западной Европе были, конечно, люди, какие и надо. Это все понятно. А здесь мужское колдовство очень мало. Здесь есть... Мужчины употребляют на такое какое-то знахарство, они хорошо знают медицину, всякие такие дела. Но где, например, нужно глубокое лечение, когда к ним приходят и говорят, что, вот, там, помоги бабуся гангрена, они хотят ногу отрезать. Они это, в смысле, солдаты. То за это дело берется уже бабка. С этим мужчина никогда не справится. То есть спасти эту ногу так, чтобы ходил, как раньше. Это уже дело особое, они никого не допускают. Лечат они абсолютно от всего. Совершенно. Для них нет. Они, правда, вот, долго спрашивают и спрашивают, ну, а чего тебе? Тот орет смерти. Они ничего не понимают про смерть. Но говорят, тебе что, в домовине не хочется лежать? Так там хорошо, говорят. Что там, лучше, чем здесь-то? Ну, и когда, наконец, тот орет, помоги, спасти от смерти. Бабка, по-моему, довольна, нехотя это делает. Не почему-нибудь, а потому что она не понимает, почему-то там хуже, чем здесь. Вот. И, понимаете, от этого их нельзя выучить рациональными довольными. Доказать тем, на бумаге, что это есть то, а это и все, потому что, во-первых, во всем магическом мире не принято задавать вопросов. Они не понимают, что такое вопросительный знак. И спросишь ли, бабка, веришь ли ты Христа? А вы им задавали такие вопросы? Да нет, потому что я все-таки ищу себя надеждой, что я чуть-чуть поумнее чем-то область была вся целиком взята. Я имею в виду мужскую участь. Ну, конечно, они такие глупости не делают. А какие-то все равно связаны с нашим миром. Вот вопросы им задавали? Вот в чем дело. Я понимаю, дело в том, что между населением, скажем так, магического пространства и нашим миром есть полно всяких каких-то таких долмачей, посредников. То, что у нас называют пророческие люди. Сами они никогда никакими пророчествами не занимаются и плохого никогда не предсказывают. Ни отдельному человеку, ни касательно всей страны или мира. То есть это надо резко отличать от христианской традиции плохих предсказаний. Основные, допустим, на апокроликсисе. И еще вот такие дела. И это свойственно религиозным людям. Они не религиозные совершенно. А если религиозные, то правда как у Сыгани. Там ни черта не доберешься. До их нему начальства. Это бесполезно вообще. А вот вы сказали, их не пускали в церковь. А что, они пытались туда зайти? Они пытались. Дело в том, что в той вот области, где я был, они Христа почитали наряду примерно с 10 еще своими божествами. И так же, как они ходили к валунам там, Макар Семенович у них там был какой-то валун, потом они пирожки носили. Они точно так же ходили к Христу проведать просто. И тоже приносили ему прямо вот так. Причем не в какие-то заповеданные из них праздники, а нет, просто она несет там. Ну а священник берет то, что думает, что это, ну, там, бедным она принесла. Вот как бывает инициация ведьмы. Старая ведьма, скажем так, своей дочке передает силу. Она не знание передает. Потому что вместе с силой приходит знание, но оно приходит без всякой учебы. Оно приходит, то есть уже молодая девушка-ведьма, и я сам это видел, приходит в лес и знает сразу, как поет каждая птица. Она знает каждый цветок и каждое растение. И она приходит к какому-то своему большому гулуну на поле и уже с ним беседует, и уже его слушает, часами прожившись к нему ухом. Если мы так подумаем в этом сцене, наверное, надо бы знать ботанику, орнитологию, минералогию. Но она этого ничего не знает. Вместе с последним дыханием матери и к ним все это вот так вот сразу и приходит. Понимаете? Это и есть Европа. Да, это Европа. Яков Берма Красоч, например. Почему я был немало удивлен, прочитав книгу Руна и Генона касательно инициации, опросу инициацийон, где Генон, который очень, конечно, уважаемый и знаменитый человек, но он был, по-моему, сильно контаминирован восточными учителями и восточной традицией. Именно своей унитарной идеей первичности традиции, которая первична для всего человечества, но разошлась разными знаниями. Я совершенно не понимаю, почему чужой дядя должен ко мне приходить, пусть он будет монгольского вида, какой китаец или какой индонезиец. И ему предшествует слава великого человека, который учитель. Я совершенно не понимаю, почему он должен вообще доверять в таком важном деле. Более того, каждый мистик, каждый маг на своем опыте знает, что это чепуха, что все красочные описания инициации или описания орденов инициаций. В этом смысле я совершенно не верю в вулкан или канцелье, этим довольно рекламным французским химиком, в какое-то братство по Гелиополису, в какие-то еще секретные и тайные ордена. Дело в том, что сама идея секрета и тайны появилась в Европе очень недавно. Она появилась во время барокко. До того времени античный мир вообще не знал, что это такое. Просто когда иссякает кровь мифа, иссякает интерес к жизни. И люди начинают брать любые допинги, чтобы этот интерес к себе как-то поднять. Сама идея секрета и тайны очень мутирует интерес вообще к бытию. Потому что когда кровь мира иссякает, появляется болезненная проблема интереса к жизни, о которой никогда не думал ни Сократ, ни Аристотель, ни бенедиктинские монахи в 7-8 веке. Это было само собой. И крестоносцы об этом не думали. И были совершенно открытым орденом. Это потом в бесконечных историях тамплиеров вот эту дикую идею секрета пытались впихнуть туда, чтобы заполнить полное отсутствие информации об ордене. Если люди не понимают истории, то они думают, что они не понимают, потому что там много секретов. Это же абсурд. Это действительно стало дикой проблемой нашей жизни. Допинги, допинги и допинги. И когда нет реальной религии, реальных богов, которые дают себе твою кровь, и ты умеешь и можешь жить небесной этой кровью, это то, что сразу болится. А зачем вообще все это? А зачем в принципе жить? Совершенно непонятно. И тогда думают, что мы люди должны сами себе организовать какую-то жизнь. А что лучше допинг, чем возбуждение интереса? Это даже в литературе появилось поздно. Даже Бальзак никогда не думал, интересен он или нет. То есть интересный им никогда не задавал такие вопросы. Первый вопрос этот, и эту тему развел Каннан Дойль, который прямо сказал, что если мои книги не интересны, значит, я не писатель. Сказав совершенно дурацкую мысль, потому что что это значит, что книга должна быть как-то интересна. Это что, действительно, характеризует писателя. Можно так сказать, что в принципе, Бергилий тоже неинтересный писатель. Потому что, во-первых, уважающий себя человек должен его читать по латыни, где он еще менее интересен с современной точки зрения. У него невероятные длинноты. Он описывает очень долго отца Энея Анхиза. Анхиз жил дико, его отец дико скучной жизнью. Он был поселянием и любил возделывать поля. И то, что однажды к нему пришла богиня Афродита и ему отдалась, непонятно. Он долго думал, почему. Но, я тут должен сделать оговорку, долго думали последующие исследователи творчества Вергилия. Сам Анхиз ничего не думал, это самое поразительное, что он воспринял это как данность. Но пришла богиня и предложила ему свое тело. И он этим телом воспользовался и пошел дальше копать землю, там, и что-то сожрать. То есть, жизнь была совершенно едина. В ней не было интереса, и в ней не было неинтереса. Возвращаясь к инициации, вот эта вот чисто буржуазная идея, что для того, чтобы что-то знать, надо этому учиться, совершенно абсурдно. Совершенно абсурдно. И касаясь книги Генуна, «Опорсио инициасио», я совершенно не понимаю, почему действительно нужно вступать в какие-то тайные ордена. Нужно вступать, чтобы кто-то пришел. Тем более, что это абсурд с нашей европейской точки зрения. Инициация может быть только такая, которая была с Яковом Деме. То есть, действительно, луч солнца ударит в головяное блюдо, и после головяного блюда этот луч солнца ударит его глаза. И этот луч солнца, как чистящий огонь, прочистит его мозги. И они станут работать так, как надо. То есть, они откроют ему другой уровень бытия. Никакой учитель с никакой отверткой или чем еще с молотком этот уровень не откроют. В этом смысле, я опять же говорю, только с европейской точки зрения, по-моему, любая внешняя инициация это полный абсурд. Как сказал тот же Кузанский, что есть форма форманта, а есть форма информанта. То есть, по-латыни в переводе это человека формирует его внутренняя форма самого. И некоторых так называемых живых людей, а людей остальных формируют форму со стороны. Информанта – сила формальная, которая идет с периферии, к центру, из внешнего мира. Любое воспитание, любое, матери, отца, каких-то педагогов, учителей, особенно этих поганых, вот этой инфернальной сволочи, которая называется учитель. Собственно, это и есть то, что у Гюго в человеке, который смеется, делают компрочекосы, которые берут новорожденного владельца, суют его в бутылку или в кувшин. И потом, когда владельцы принимают форму этого кувшина, это и есть форма информанта, форма, которая приходит из внешнего мира. Выпускают такого молодца и показывают его в цирке на ярмарках. И это ждет любого человека, который перестает слушать себя, свое внутреннее я, и начинает думать, что те, которые мне говорят, гораздо умнее меня. И если он упростит собственное я, то, собственно, я скажу, что я не знаю, что такое смерть, я не понимаю. Это все не доказательства, это чепуха какая-то, это всегда сравнение. Тут идет просто ложь чистого сравнения. Сравнение и фигура житорики всегда ложь. То есть я хочу сказать, что смерть, которая стала истинным богом современного мира, потому что Декарт говорил, что я сомневаюсь во всем, только не в сомнении. Так вот, смерть есть несомненная истина для большинства людей. Потому что они могут себе сказать, даже люди, допустим, умные, что я не знаю, я и в этом не уверен, и ни в чем не уверен, и в себе не уверен, на то, что я умру, я в этом не уверен стопроцентно. Стопроцентную уверенность о ней хорошо сказал Христос, что если имеешь веру, то вот скажи этой горе, чтобы она сошла в реку. И гора несомненно сойдет, правильно, гора сойдет. При стопроцентной вере. А вере этой на языке разума и слов-то нет. Продолжение следует...